Сейчас для того, чтобы сделать фотографию или снять видео, достаточно одного смартфона. А ведь когда-то для этого нужно было покупать отдельно фото и видеокамеру. Но сегодня то, что люди снимали тогда, стало настоящей историей. Давайте познакомимся с ней. Перед нами архивные кадры участника фестиваля «История пишется объективом» Михаила Кузнецова. На экране родина нашего героя, деревня Алымовка, и его любимая бабушка. Ее автор снимал на свой первый «Зенит». Камеру Михаил купил еще студентом. Как признается художник, потом приобретались разные кинокамеры с пленкой и без. Но ничего лучше заводного «Зенита» считает не было. Тогда Михаил не ожидал, что его съемки станут историей. Сейчас вот смотришь, кажется, что это просто как из того века, конечно, эти сюжеты. Древние, древние, там еще ни цивилизации, ничего не было. Тем более деревня такая у нас глухая, лес кругом, Лена, река там течет. Вот это все я снимал. Но мне это нравилось, поэтому как бы это... А это дворец культуры «Нефтехимик». Здесь тоже хранится история. В кабинетах работников можно отыскать советские камеры. Они не такие компактные, как современные и тяжелые. Один аппарат весит по несколько килограммов. Позволить себе такой гаджет мог далеко не каждый советский человек. Устройство стоило дорого. Поэтому камера могла переходить из рук в руки для съемок самых ценных моментов. К слову, сейчас статьи «Моменты» собирают в архив. Для фестиваля «История пишется объективом». В клуб кинофотопутешествий поступило уже больше 10 заявок на оцифровку семейного архива. Мы соберем вот эти вот маленькие кусочки вашей жизни. Соберем в единую пленку, которая будет называться «Архив города Ангарска». А еще лучше – «Жизнь города Ангарска». В том, какие мы были, как мы модно одевались, как мы смотрели друг на друга и как мы сейчас изменились. Произошла смена эпох. Вот это очень важно. Принять участие в фестивале можно до ноября. Работы принимаются во Дворце культуры «Нефтехимик». Можно прислать их и на электронную почту. Архивные съемки города, семейные торжества, путешествия. Материалы примут на любом носителе. Организационный комитет клуба поможет и в оцифровке кинопленки. А лучшие материалы мы покажем в эфире телекомпании «Актис». Елена Шелик, Олег Левченко, «Местное время».